На этого живца щука лучше всего клюет зимой. Узнайте, о какой рыбе идет речь. Сегодня мы поговорим о топ-5 лучших живцов на щуку. Будь то зимняя жерлица или летние кружки. Либо особенно интересная ловля на живца на простую удочку с поплавком. Поймать щуку задача непростая. Важно суметь правильно выбрать место для ловли и подобрать насадку. Сегодня мы расскажем, какой живец лучше всего подходит для ловли щуки, а какого нет смысла использовать. Пятое место, окунь, пожалуй, самый сложный живец для ловли хищницы. Считается, что щука любит окуня и предпочитает его в качестве пищи. Но это не совсем так, щука нападает на окуня как на конкурента, может, конечно, и съесть. Но зачастую просто атакует, чтобы отпугать. Поэтому на окуня можно поймать щуку, даже часто в полное бесклевие на него можно получить поклевки, так как он является провокацией для хищницы. Нельзя забывать, что окунь живет недолго, приходится часто менять наживку. Также попросто, можно получить очень много поклевок холостых, так как щука будет бить конкурента, нарушителя покоя, но так и ни разу не заглотнуть окуня. Можно часто услышать, что ловили наживца в виде окуня, клевало как на черных камнях, не успевали менять живца. Но результативности в этих поклевках очень мало. Четвертое место. Если у вас нет возможности купить живца или выловить его для ловли щуки самостоятельно, попробуйте ее ловить на мороженую моеву. Такую наживку щука легко находит по запаху. Также можно использовать любую другую мороженую рыбу. Если хищница реально голодна, клевать будет много, часто и зачастую рыбаки держат эту маленькую хитрость в секрете, особенно при ловле на кружки или на проводку, в самой мутной воде, где щука полагается на свое чуткое обоняние, чем на зрение. Поэтому, перепробовав все виды наживок, моева может быть вашим спасательным кругом в поимке хищницы. Третье место. Безусловно, назвать платву плохим живцом. Язык не повернется, но она недостаточно живучая. Еще один недостаток этой рыбы в том, что она очень плохо держится на крючке. Рыболовы говорят, что щука может запросто игнорировать платву, если последняя чем, то заражена. Бывает так, что при использовании такой наживки, щука не реагирует, а при смене на другого живца сразу клюет. Это позволяет нам согласиться с подобным утверждением. Выбирая платву в качестве наживки, чаще меняйте живца. Хорошим живцом является карась, хотя он пользуется меньшей популярностью у рыбаков. Он хорошая замена в платве и отличается живучестью. Хищная щука с большим удовольствием лакомится карасем, но основная проблема в том, что достать его зимой очень сложно. Карась зимой ловится исключительно на водоемах с твердым дном. Но самого лучшего живца многие попросту игнорируют. Только некоторые рыбаки знают, что лучше всего для ловли щуки подходит пискарь. Эта рыба активна, отличается живучестью, а еще она является желанным обедом хищницы. Пискаря уважают и другие хищники. Такого живца можно использовать для ловли жереха, окуня, судака и головля, сама и налима.